МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Клочков был назначен в РИО губернатора Орловской области. Уже через год всенародным голосованием был избран губернатором нашего региона. Что произошло за эти годы? Чего удалось достичь и какие планы? Сегодня есть повод подвести промежуточные итоги. Рассказать о будущем и настоящем. Прямой эфир ведется в социальной сети ВКонтакте, на официальном сайте Орловской области, в группе телеканала Первый областной, на Ютуб-канале Первый областной, в эфире Экспресс-радио Орел, а также в официальных аккаунтах губернатора. Общая аудитория подписчиков превышает 130 тысяч человек. Кроме того, ТВ-версию мероприятия можно будет посмотреть сегодня на телеканале Первый областной в 20.00 и завтра, 6 октября, на телеканале Россия 24 в 9 часов вечера. Мы продолжаем принимать вопросы в онлайн-режиме, в режиме реального времени. Будем задавать их в эфире. Специально для этого у нас есть вот эти вот средства связи с социальными сетями. Конечно, мы проанализировали информационное поле, все то, что интересует жителей нашего региона. Все актуальные вопросы зададим. Не обязательно, даже если они сегодня были озвучены в комментариях к нашим анонсовым постам. Ну и прежде чем мы приступим к вопросам, слово губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову. Пожалуйста. Действительно, для меня сегодня важная дата, но она в меньшей степени является точкой подведения итогов. Это лишь тот этап, который мы должны пройти и ответить на вопросы, которые сами себе задавали, я сам себе задавал три года назад. Сегодня, как бы это ни звучало громко, для меня трехлетие того ребенка, который родился благодаря решению президента, ребенок в хорошем смысле этого слова, это те три года, которые я прожил на Орловщине. Это и проблемы, это и радости, это и успехи, это и разочарования в том числе. Но в большей степени сегодня хочется говорить, наверное, о некоторых итогах, которые нам удалось достичь. И эти итоги являются лишь тем смыслом, тем значением, которое необходимо дальше преодолевать, изменять. И я думаю, что как раз это сегодня может стать основой нашего диалога. Андрей Евгеньевич, проанализировав все вопросы, хочется задать сразу первый, извините, что прям сразу. Вот такие вопросы. В чем, собственно, роль и заслуга власти? Предприятия просто стали производить больше продукции? Ну, здесь вопрос несколько глубже, чем просто констатация, производили или не производили. Здесь есть несколько составляющих, которые, я считаю, важно сказать. Действительно, казалось бы, власть была всегда, она будет и завтра, и послезавтра, и через 10 лет будет в том числе. Но сегодня от власти зависит, наверное, самое главное. Создание условий, при которых приходят инвестиции в регион. Меняется валовый региональный продукт, изменяется бюджетная политика. Если говорить очень кратко, то взять аналог, для начала, валовый региональный продукт. Мы за минувшие три года смогли нарастить более чем на 15% валовый региональный продукт, то есть объем продукции, который произведен на территории региона. Если сегодня наш прирост составляет уже более 30 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом, то план на 2023 год, как некий рубеж более важный для меня итоговый, мы поставили планку 90 миллиардов рублей. И самое главное, что это показатель и активности бизнеса, показатель создания условий благоприятных для бизнеса, но это и сопутствующая деятельность в рамках бюджетного процесса. Я приведу просто несколько цифр. За минувшие три года нам удалось увеличить доходы бюджета Орловской области на 12 миллиардов рублей. Если в 2016 году он был 28 с небольшим, то сейчас уже 40 миллиардов рублей. И, пожалуй, я назову цифру, которая всегда для меня являлась неким ориентиром, на который мы должны ориентироваться, двигаться к 2023 году, чтобы бюджет Орловской области был не менее 50 миллиардов рублей. И в структуре 12 миллиардов, которые мы смогли нарастить, отрадно, что 15 процентов, чуть менее 3 миллиардов рублей, это наши собственные доходы. Налоговые, неналоговые, которые мы обеспечили внутри региона. И несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, ограничения в экономической деятельности, в целом мы идем гораздо выше показателей как Российской Федерации в целом, так и регионов Центрального Федерального округа приблизились практически стопроцентные отметки к уровню 2019 года. И это, безусловно, внушает определенный оптимизм, потому что вал в региональный продукт, изменение бюджетной политики, при которой мы увеличиваем доходную часть, не сократили, а только увеличиваем расходы. Это социальные направления, наш бюджет на по-прежнему 65 процентов, социальные расходы, мы увеличили на 30 процентов финансирование муниципальных районов Орловской области, мы создаем условия для реализации новых проектов, как в рамках национальных проектов, так и в рамках наших региональных проектов. Ну и третья составляющая – это инвестиции в основной капитал в регионе. Здесь цифра похожа. Мы за прошедший период с 2017 года ни разу не допустили снижение инвестиций в основной капитал. 2018 год уже показал прирост в 2017, 2019 еще больше. В 2020 году на июль месяц, по данным статистики, мы идем с показателями 129 процентов действующих и 118 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Это несмотря на все те сложности, которые были связаны с коронавирусом, и по этому показателю мы занимаем 15-е место в стране. Безусловно, можно говорить, что сегодня не все это еще ощутили, но за прошедший период, как вы правильно подметили, предприятия, исконно находящиеся на территории Орловской области, ну как исконно, Керамо Марацци, Санафия Венеции Восток, СГЦ Знаменский, Мираторг, они показали прирост инвестиций, как и те предприятия, которые вновь появились. Но срок от начала реализации проекта инвестиций до его ввода минимум три года. Поэтому сегодня мы видим, как мне кажется, созданную благоприятную инвестиционную составляющую, которая позволяет говорить и надеяться, даже быть уверенным в положительной динамике в перспективе. Я позволю себе продолжить. Мне кажется, очень интересный вопрос в продолжении этой темы. Вот зрители нам пишут. Власть раздает налоговые льготы таким успешным крупным предприятиям. Я думаю, речь о тех, что вы сейчас перечислили, а бюджет недополучает доходы. Нерочительно это. Что вы по этому поводу скажете? Это очень упрощенный подход, очень упрощенный взгляд. Потому что сегодня налоговые льготы предоставляются действительно и крупным, и мелким предприятиям. Я не буду говорить про пославление на период пандемии не особого порядка. Налоговые льготы для крупных предприятий, во-первых, предоставляются на период реализации инвестиционного проекта. По итогам завершения, обычно это двух-трехгодичный, иногда пятилетний период, появляются новые рабочие места, появляются смежные сферы деятельности. Это и реализация, это и поставка оборудования, комплектующих. Это новые рабочие места, которые дают и налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и весь комплекс региональных и федеральных налогов, поэтому это некий отложенный эффект. Мы сегодня видим, объем предоставленных льгот меньше, чем объем поступивших налогов. Очень много вопросов про ковид. Все спрашивают про ковид. Это самый, пожалуй, актуальный вопрос сейчас. Насколько ковидный 2020 год, я цитирую, сломал наши бюджетные планы, как на доходах бюджета отразились несколько месяцев простой бизнеса. Есть ли финансовый задел удерживать обслуживание социальных обязательств на той планке, которая взята в предыдущие два года? Безусловно, я уже отчасти сказал, что мы сумели сохранить несколько более позитивную динамику, чем даже наши соседи регионы по Центральному федеральному округу и Российская Федерация в целом по поступлению налоговых и неналоговых собственных доходов региональных. Но при этом, безусловно, пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в наше планирование. Но при этом я хочу отметить, что мы не сократили ни одну социальную строку обязательств. Мы не сократили расходы на здравоохранение, мы не сократили расходы на образование и социальную защиту. Более того, мы выполнили все обязательства, которые перед нами стояли в плане развития инфраструктуры. Да, мы вынужденно отказались от ряда небольших проектов, которые могут перейти в 2021 год, но в целом практически ничего не изменилось. Это далось непросто. И буквально в ежедневном режиме мы проводили работу под совершенствованием и налоговых льгот, которые предоставлялись на региональном и федеральном уровне, и по мерам в части увеличения собираемости налогов, обеспечения тех минимальных требований, которые были предъявлены. Поэтому сегодня непросто, но я могу сказать, что правительство области и я лично приложим все усилия для того, чтобы сохранить стабильность региональной бюджетной политики в этом отчетном бюджетном периоде и, безусловно, все планы, которые мы запланировали на 2021, 2022, 2023 плановый период, их реализовать. Но думаю, что даже изменения в городе, многие говорили, когда наступил март, апрель месяц, ну теперь ничего не будет происходить, не будет строиться, мы практически ничего не свернули. И те стройки, которые мы запустили, мы, как бы это тяжело не давалось, мы их продолжили. При этом, ну сократили расходы, которые в первую очередь касаются административных расходов, что и правильно. Даже раньше срока многие проекты вышли, да? В детский парк. Мы изменили подходы, и я просто напомню, что в 2017 году мы для себя поставили задачу. Если мы хотим работу выполнять для людей, а не для отчетности, то мы должны проводить все конкурсные процедуры заранее. Мы вот на сегодняшний день, предваряем наверняка вопрос, потому что их всегда много, по дорогам, мы все конкурсные процедуры до 1 ноября по 2021 году должны уже провести. Это возможность подрядчикам и закупить материалы, и начать делать, выполнять работы, чтобы летом, следующего года уже люди могли пользоваться объектами инфраструктуры. Также и детский парк, многие говорили, и внутри правительства. Это не то направление, которое нужно тратить деньги в этом году. Я всегда к этому отношусь очень скептически. Не нужно делать то, что не увидят люди, что не почувствуют люди. Это касается качества жизни. Оно по всем сферам образования, здравоохранения, как можно не купить оборудование, которое в конечном итоге может спасти жизнь людей. Также и здесь, вот тот же детский парк, на фоне которого мы находимся сейчас, это один из объектов, из 95 объектов, которые в этом году в условиях ограничений мы реализовали. Здесь сколько детей радуются, они получают радость. Это может быть лучшая вакцина от коронавируса, которую мы сегодня изобрели. Но и говоря про коронавирус, не могу не сказать. Безусловно, очень много времени я лично уделял и все наши органы по разъяснению ситуации коронавируса. Это вирус, действительно, который пришел и который никуда не денется. И есть разные вакцины, но сегодня основная вакцина, которая существует, это собственная безопасность каждого из нас. Это маски, перчатки, это антисептики, которые необходимо применять. И сейчас сезонное обострение, мы видим уже в регионе, уже за 80 человек сегодня у нас цифра перескочила. И здесь, когда мы все открыли, и у меня нет никакого желания закрывать обратно экономику региона, мы должны просто более ответственно относиться к тому, что нас окружает. Это наши семьи, наши коллективы, наши предприятия. Но, безусловно, те люди, кто уже пострадал, их необходимо спасать. Вы начали говорить про программы. Как раз таки вот вопрос в связи с остановкой роста доходов бюджета. На каких статьях правительство будет экономить и какие нацпроекты и программы резать? Никакие нацпроекты и программы мы резать не будем, потому что это качество жизни, это качество жизни наших людей. Мы сегодня обязаны создать полный объем инфраструктуры в здравоохранении. Я рад тому, что в 2019 году, еще не зная про коронавирус, мы вложили значительные средства на развитие инфраструктуры здравоохранения. Условно, можно сказать, что где-то чего-то не хватает, но практически миллиард рублей был потрачен на закупку оборудования. В сегодняшний день, подводя уже итоги 2019-2020 года, 58 машин скорой помощи мы приобрели и направили в регион для обеспечения. Обновили сердечно-сосудистые отделения, обновили и инфраструктурную материально-техническую базу детских поликлиник, сейчас больница Боткина и многие другие объекты. Вопрос, который часто задают мне, в том числе читатели и жители, просто на встречах, тоже КТ в Ливнах. Сейчас идет монтаж этого оборудования. Аппараты ИВЛ, 64 аппарата ИВЛ новых закуплено. Один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, которых не было в Орловской области. Это та работа, которую мы ежедневно будем выполнять и не будем сворачивать. То же самое касается сферы образования, сферы социального обслуживания. Часть объектов, которые мы хотели бы реализовать, на сегодня недостаточно средств, это инфраструктурный объект, по которым в планах стоит некое отложение их, но повторюсь, что ежедневная работа и по созданию дополнительных условий, и ввод новых объектов в эксплуатацию дает возможность в том числе возвращаться к этим объектам, не откладывая их в долгий ящик. Я так поделюсь про своим внутренним ощущением. Меня очень впечатлили два объекта в Орловской области. Их больше. Но эти два объекта, они очень впечатлили для меня как бы так в памяти. Это «Титаник» и «Манеж» на стадионе «Мне Ленин». Зачем вкладывать деньги, чтобы не завершать? Поэтому моя главная задача, чтобы мы начинали и завершали каждый проект. Поэтому сегодня и в точке зрения общения с людьми максимально открыто, без каких-либо барьеров и заборов, это работать честно, результативно и открыто для того, чтобы все те вопросы, которые люди ставят, их можно было реализовывать, исходя из наших возможностей. Андрей Евгеньевич, видимо, из нескольких районов похожие вопросы приходят. Я в один попытаюсь объединить. Не сократится ли финансовая поддержка муниципальных образований? Это принципиальный вопрос. Сегодня развитие Орловской области, это не только развитие города Орла, это развитие муниципалитетов. И мы на протяжении последних двух лет увеличили объем финансирования районов на 30%. В этом году уже более 11 миллиардов рублей объем средств, которые направляются в муниципальное образование в Орловской области для обеспечения. Последний платеж, который мы осуществили, почти 340 миллионов рублей на сбалансированность, это та дотация, которая направляется для того, чтобы спокойно преодолеть последствия пандемии коронавируса. Хотя, честно сказать, сельские районы в экономическом плане, в бюджетном плане практически не почувствовали на себе этих ограничений. В большей степени это городская территория. Но при этом я понимаю, если будет жить село, если будут жить районы, то тогда у нас не будет проблем. Потому что сегодня вклад в экономику региона вносит не только промышленный спектр городской. В основном городской это Орел, Ливн, Инценск. Это все-таки сельская составляющая. Потому что с почти 16% структуры валового регионального продукта ВРП с 2017 года мы сейчас сельское хозяйство смогли довести до 24%. Это существенное увеличение, которое мы видим и которое дает нам возможность работать уже на добавленную стоимость за счет переработки. Мне кажется, ни одно интервью не обходится про вопрос про долги. Вот и опять же поступило про долговые обязательства в Орловской области несколько вопросов. Это больная тема, так называемое, наверное, наше общее наследство, с которым необходимо справляться и прилагать усилия. Я вспоминаю 2017 год, когда долг Орловской области был 106% к своим доходам. На сегодняшний день, на 1 января 2020 года, принято подводить по первым числам наступающего года, госдолг Орловской области был чуть меньше 18 миллиардов рублей. Это было на уровне 85% от собственных доходов. И мы ежегодно за счет собственных средств гасили. И более 500 миллиардов мы погасили за счет собственных доходов без федеральной поддержки. И в целом за счет перекредитования на бюджетные кредиты, за счет того, что мы реструктуризируем буквально каждые полгода наши долговые обязательства, кредитуясь по более низкой ставке, нам удалось усредненно за два года отчетные, не беряющие в итоге 2020 год, сократить объем госдолга и расходов на обслуживание государственного долга более чем на 750 миллионов рублей. Это те деньги, которые направлены в развитие Орловской области. Почему говорят? Сократили ли вы какие-то направления? Нет, не сократили. Потому что буквально каждые два месяца мы видим, когда снижается ключевая ставка Центрального банка, мы перекредитовываем на более низкий процент. И в освобождаемые деньги обычно эта сумма каждой перекредитовки составляет 38-40 миллионов рублей, направляем как раз на реализацию проекта, который мог бы быть отложен. Для нас это, если хотите, некий дополнительный источник возможностей, которые сегодня Орловская область получает за счет активной бюджетной политики. Если позволите. Да, да, да. Далее я. Вот вопрос от такого плана. Как выходим из кризиса? Что с промышленностью, с АПК? Я понимаю, что вы, наверное, уже частично отвечали. Какие отрасли на плаву? Давайте поясним еще. В дополнение к тому, что вы сказали, что мы видим в целом относительно стабильную к уровню 2019 года ситуацию, отрадно, что мы сегодня преодолели отрицательную динамику по объему промышленного производства, и на уровень августа 2020 года, подводя итоги по объему промышленного производства, мы находимся на 102,5% к уровню 2019 года. И здесь есть ряд отраслей, которые показали динамику, начиная от полезных ископаемых, заканчивая химической текстильной промышленностью, который показал рост 30-50 и выше процентов к уровню 2019 года. К тому, как бы это ни звучало, подклужило во многом стимулирующим фактором и период пандемии, когда наши предприятия смогли больше объема продукции производить, используемые в период ограничений для различных сфер деятельности. Но это не просто стечение обстоятельств, это инвестиционная составляющая. То вложение, которое существовало с 2018-2019 год, оно сейчас дает результат. И отрадно, что за минувший период, наблюдая за отрицательной динамикой многих регионов, мы видим положительную динамику. Наша низкоэкономическая база сегодняшний рост дает возможность увеличивать и реальный доход населения, но самое главное создавать новые рабочие места и потихонечку двигаться вперед по росту промышленного производства. К этому ответу есть вопрос от наших коллег-журналистов. К достижениям своей команды вы относите создание территории опережающего социально-экономического развития и общеэкономической зоны. Что там у них внутри происходит и происходит ли? Действительно, я считаю это определенным успехом. Мы небольшой регион с относительной стабильной ситуацией, которая вряд ли могла бы нести прорывным. Но при этом за два года, 2018-2019 год, мы показали устойчивый рост инвестиций в основной капитал, устойчивый рост бюджетной политики. И это позволило нам преодолеть это отношение, такой скепсии в том числе федеральных органов. Напомню, решение о создании территории опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны – это решение, принимающееся на уровне Министерства финанса, Министерства экономического развития и правительства Российской Федерации. Мы получили два этих статуса практически одновременно. на смежных территориях. И сегодня, подводя итоги по территории опережающего социально-экономического развития, я должен сказать, что показатели, которые были установлены для региона, это 15 резидентов и 5 миллиардов инвестиций, 1000 рабочих мест. На сегодняшний день мы уже, это в 10-летней перспективе, на сегодняшний день за год нам удалось привлечь 11 резидентов, 2,2 миллиарда инвестиций и создано около 500 рабочих мест. Это первый год. Безусловно, сейчас стоит основа дальнейшего развития и работы с этим резидентом и увеличения инвестиций. Что касается особой экономической зоны, также мы подводим итоги первого года, определены порядки и сроки инвестиций в инфраструктуру, потому что особая экономическая зона – это не просто бумага, это проработанные земельные участки, подведенная инфраструктура, запущенные производства. Причем о том, что я сказал, сегодня региональные особенности позволяют, и, скажем, требуют от нас не просто привлечения инвестиций, а создание условий, при которых инвестиции будут давать высокую добавленную стоимость именно в регион. Это переработка сельхозпродукции, это переработка продукции и деятельность. Сейчас, в высокой среде, где находится уже несколько инвестиций, которые будут особо экономические труды, и я думаю, что в ближайшее время дадут нам результаты. Вот от предпринимателей, кстати, много вопросов, с чем у вас требована. Кто-то пишет, если объединить, кто-то пишет, что после остановки работы в апреле-май пришлось бизнес закрыть, кто-то спрашивает, будут ли меры поддержки, если случится вторая волна, все этого опасаются, вы сами знаете. Кто-то потерял работу в малых предприятиях, потому что были сокращения. И общий смысл сводится к тому, как спасать ситуацию и как власть будет восстанавливать позиции малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Сегодня малый и средний бизнес, не попроюсь этого слова, это основа экономики Орловской области. И в него влечены по разным оценкам от 60 до 90 тысяч человек. То есть, опять-таки, нужно говорить и про скрытый определенный сегмент. Поэтому наша задача на сегодняшний день идет по нескольким направлениям. Первое – это создание условий для работы малого и среднего бизнеса. Для этих целей было создано несколько институтов поддержки основной, безусловно, открытой в 2019 году Центр оказания услуг «Мой бизнес». К слову сказать, за прошедший период более 11 тысяч обращений было в Центр «Мой бизнес», которые объединяют в себе несколько институтов развития. Это региональный фонд микрофинансирования. К слову, опять-таки, обращаю внимание, что более тысячи мер поддержки было оказано нашим представителям бизнеса на сумму более 1 миллиарда рублей. Гарантийный фонд оказал гарантии на сумму более 600 миллионов рублей, что позволило привлечь более 4,7 миллиардов рублей заемных средств для нашего бизнеса. Кроме того, в условиях кризиса «Мой бизнес» стал и консультационным центром, который оказывает услуги и консультации по различным сферам, и в том числе в части падения спроса, закрытия различных производств. И мы стараемся максимально детально разбираться с каждым обращением для того, чтобы не упустить ту сферу, которая попала пострадавшей или не попала пострадавшей, но все меры поддержки регионального и федерального уровня были доведены до предела. Мы видим, что на 17% упал объем реализации торговой части. И сегодня, когда идет обсуждение, вторая волна, не вторая волна, я повторюсь, самая главная вакцина, которая сегодня есть, это наша собственная безопасность и понимание этой ответственности. Поэтому на прошлом региональном штабе, который состоялся в минувший четверг, я поставил задачу нашим правовикам подготовить механизм алгоритма реагирования. Я, наверное, уже всем известно, что не сторонник жестких мер. Легче всего все закрыть, легче всего всех обложить штрафами и гонять административной машиной по улице. Сложнее людям объяснить и найти диалог и согласие, называемый общественный договор. Поэтому дал правовикам поручение отработать механизм принятия мер реагирования в отношении конкретных субъектов, кто не хочет понимать, что от него зависит и окружающий. Поэтому в этом правове не будем работать, постараемся создать условия, чтобы не возвращаться к ограничительным мероприятиям большого масштаба. Спасибо. Что можно сказать в строительстве? Вот в строительной отрасли работает много людей. Не замерзнут ли стройки из-за кризиса и падения доходов населения? Они не должны замерзнуть, потому что сегодня изменилось законодательство, переход на экскроу-счета и сегодня существует достаточно понятный механизм прозрачной деятельности и контроля со стороны органов государственной власти. Хотя это не отменяет многих рисков, в том числе и кризисов, связанных с пандемией коронавируса. Я напомню, что за три года нам удалось построить один миллион квадратных метров жилья. В этом году наша задача уже более 330 квадратных метров жилья. Сегодня мы идем к уровню 2019 года на 129%. Здесь есть составляющая и индивидуального жилищного строительства, и многоквартирного. И, безусловно, я являюсь сторонником, буду проводить дальше эту идеологию, эту позицию комплексного развития территорий, как городских, так и сельских. И, безусловно, эти задачи, которые мы реализуем, они связаны сегодня и с нашим региональным проектом так называемым 10%, когда мы предоставляем, ну, можно сказать, без конкурса земельные участки. На самом деле, условие конкурса очень простое. Не менее 10% вводимого жилья должно быть передано муниципальной собственности для решения проблемы очередников и многих других. Но и здесь же, с чего мы начали, проблема дольщиков. У нас на сегодняшний день в реестр проблемных объектов включено 13 объектов, которые по параметрам подходят под качественные показатели проблемы. По двум из них, завтра, после 8 числа у меня выезд на Раздольную, мы будем вручать ключи. Состоялось решение наблюдательного совета фонда дольщиков по Бурово-46. Вот, кстати, есть вопрос конкретно о Бурово-46. Это долгожданное решение, которое потребовало от нас достаточно большой и административной работы, и прохождение процедур по банкротству. Самое главное, это решение не выдача денег по выкупной стоимости, это достройка этого дома. Соответственно, в ближайшее время мы проведем все дополнительные процедуры для того, чтобы построить уже в 2021 году, завершить стройку этого дома, ну и вручить людям свои собственные ключи от квартир. Четыре года они ждали эту дату. Непростой момент, но напомню, что помимо этих объектов еще есть оставшиеся, по которым мы ведем тесный диалог и с застройщиками действующими, и с теми, кто нам помогает на федеральном уровне. Вот, кстати говоря, очень хороший вопрос. Зачем помогать компаниям-застройщикам? Пусть все делают за свой счет. Это и так прибыльный бизнес. Я абсолютно согласен ровно до того момента, как вижу, что люди, тот же Бурово-46, четыре года люди ждут квартиру. Есть застройщик, есть люди, кто купил квартиру, заплатил свои деньги, и сейчас вынужден кто-то снимать жилье. И, по сути, мыкаться по углам, ожидая законное жилье. Поэтому здесь сейчас я вместе с нашим прокурором Владиславом Александровичем Малкиным согласен с одним главным тезем. Мы должны предпринять все меры для того, чтобы ускорить процесс выдачи ключей, а дальше разбираться застройщиком. Андрей Евгеньевич, вы вот уже сказали о благоустройстве, частично затронули тему дорог, но это вопрос, на котором, мне кажется, больше всего обращений. Дорожно-транспортная инфраструктура. Давайте обозначим в целом, что с дорогами в этом году, как обстоят дела? В этом году, как и в предыдущем, у нас задачи амбициозные. Это реализация региональных проектов, это реализация федерального проекта «Безопасные, качественные дороги». И, подводя промежуточный итог по объемам финансирования, которые нам удалось выделить на дороге, в 2017 году, бюджет Дорожного фонда Орловской области был чуть более 3 миллиардов рублей. 3 миллиарда 125 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. На сегодняшний день этот объем уже увеличен на 3 миллиарда. Это те средства, которые мы имеем возможность направить на строительство дорог. Здесь региональная часть и федеральная часть, которую нам удается привлекать. В 2019 году мы сдали 44 объекта по федеральному национальному проекту БКД объемом строительства более 850 тысяч квадратных метров. В километрах это более 100 километров дорог. В этом году у нас также 44 объекта, которые мы завершаем и уже приступили к работам на 2021 год. И задача стоит очень простая. Наработка проектной документации для увеличения объема финансирования. Я думаю, что все заметили о том, что магистральную часть мы значительно улучшили. И сейчас стоит задача от магистральной части начинать двигаться уже на параллельной дороге. Жители часто говорят, я с ними абсолютно согласен. Центральные дороги у вас сделали красиво, сделать теперь параллельные, перпендикулярные. Именно этим будем заниматься. Это касается не только города Орла, Орловского района, это касается всей территории. Мы по многим населенным пунктам с большим количеством жителей сейчас ведем работу по щебенению, но мне всегда радует, когда приезжаешь. Жители говорят, у нас тут 50 лет не было дороги, засыпьте щебенкой. Засыпаешь щебенкой, приезжаешь на сдачу дороги, говорят, ну щебенка хорошо, неплохо асфальт, потому что на каблуках неудобно ходить. И многие скажут, ну, наверное, неприятно. А мне, на самом деле, очень радостно, что есть следующий шаг, всегда есть следующий шаг. И, конечно, средств не всегда достаточно для того, чтобы мы весь объем выполнили одномоментно, но только будем наращивать, и никаких снижений не будет. Андрей Евгеньевич, извините сразу, если жесткий вопрос, но вот он мне очень понравился, хочется задать. Почему Малоархангельскую дали деньги на парк, а Шаблыкину не дали? У нас можно было бы восстановить знаменитый Киреевский парк. С ним село Шаблыкино считалось своеобразной охотничьей столицей Орловской губернии. А это вопрос, наверное, неприятный не мне, а Шаблыкинской администрации. Абсолютно равный конкурс, который мы второй год запустили, но запустили не конкурс, конкурс проводится с Министерством строительства на федеральном уровне. И в начале 2020 года Дмитровский район со своим проектом «Голубь-Кантемира» впервые в Орловской области победил на федеральном конкурсе, получил первый из районов 45 миллионов рублей финансирования. Отработана районная команда, отработана проектная команда, привлекли федеральный центр. Но я думаю, что здесь не обижаться нужно, но нужно учитывать ошибки и двигаться вперед. И в этом году у нас еще три победителя этого федерального конкурса. Тот же самый Малорахангельск, Болхов, сад, городок, Ливинский парк машиностроителей. Общий объем инвестиций по этим трем конкурсам составит 170 миллионов. Ливны 70, 50 Болхов и 50 Малорахангельск. И в этом году уже проведем проектную работу для того, чтобы как можно раньше начать деятельность. А по Дмитровску к 30 ноября должны уже завершить работы с опережением сроков и задачи, которые перед нами стоят. Я думаю, будет уместно прямо сразу. Какие проекты благоустройства в планах губернатора? Все секреты рассказать. Рассказывайте все, пожалуйста, секреты, потому что о дорогах мы поговорили. Малорахангельск – это уже другая программа по гуглоустройству. Я, пожалуйста, не побоюсь и критики, в том числе, которые мы переживали и в прошлом году. Для меня действительно крайне важно не просто заниматься рутинной текущей работой, а создавать условия, при котором и город, и область будут меняться. Меняться в хорошем смысле этого слова по достаточно высоким стандартам, которые мы сегодня уже можем видеть у нас. Тот же детский парк, первый этап, второй этап городского парка показали, что это можно делать, и людям это нравится. У нас появляются гуляющие мамы с колясками, люди старшего возраста, да и всем, думаю, что приятно видеть вокруг себя приличное окружение. Поэтому лично я считаю, что для города Орла, если берем вначале город Орел, крайне важно нам не забросить и не поддаться просто на ажиотаж, давайте не будем ничего делать. Легче все ничего не делать. Это так же, как все запретить. Поэтому для меня принципиальным вопросом следующего года является завершение благоустройства детского парка, завершение благоустройства городского парка, начало работ по парку Победы. Причем глобальное завершение – это стадион Ленина, парк Победы, дворянское гнездо, чтобы мы могли создать большую территорию, центра города. Я всегда вспоминаю повествование, так это надо звучит сейчас, когда Ленинградский проектный институт сделал планировку города Орла, в котором можно было без выхода на проезжую часть пройти всю центральную часть. Это, мне кажется, раздолье для наших всех юных жителей, для бегунов, для велосипедистов, для кого угодно. Но и говоря про критику и сквера Ермова, я думаю, что это будет хорошим обрамлением всей нашей центральной части, безусловно. Это, может быть, даже проект не 21-го года, это проект нескольких лет, но мне бы хотелось, чтобы мы и улицу Ленина, и все это связали в единое пространство, где люди, не боясь за своих детей, что их переедут в машину, просто могли свободно гулять и показывать гостям. Сегодня в детском парке, пока шел на эфир, подошла женщина и говорит, я из Ростова на Дону, приезжаю и радуюсь. Я ей продолжил остаться жить, она говорит, пока не могу, родственников еще не убедила переехать из Ростова, но почему бы и нет, почему бы нам не создать, у нас небольшая область компактная, где мы можем создать действительно качественную среду. Жаль только, что это тяжело сделать за один год, не хватает средств. Но и вторая составляющая этого вопроса, Орловская область, это не только город Орлов, это и районы. И сегодня райцентры, когда мы говорим о том, что нужно создавать качественные условия для жизни на селе, это и райцентры, это иногда и гораздо глубже на селе, поэтому дома культуры, подведенный интернет, те же фонтаны, как бы мне не говорили про эти фонтаны, я специально съездил, был супругой в отпуске в Петергоф и задался одним вопросом. Все ездят с Петергоф, всем нравится Петровский фонтан. Я не говорю про Клычковский фонтан, не дай бог, я думаю, что критика как раз в комментарии будет по этому поводу, но это красиво, это может быть не самое важное в жизни, но это то, что позволяет нам любить свою маленькую, большую родину и сделать мир вокруг нас чище, красивее, да и приятнее. Но повторюсь, что фонтанов нам хватит, теперь они пошли в село, главы сами выходят с этой инициативой, а наша задача просто привести все в порядок. Андрей Евгеньевич, сразу давайте перейдем к нацпроекту. Пользователь пишет, что для него загадка демография. Как вы собираетесь поднять рождаемость и повысить продолжительность жизни в регионе? Разве это зависит от областного правительства? Ну, каждый конкретный факт рождаемости от губернатора не зависит, но потому что демография это настолько многогранный аспект, нельзя заставить человека рожать, потому что ему сказали рожать. Это вопросы и комфортной среды, это вопросы и медицины, это вопросы и образования. Безусловно, мы здесь в добавлении к тому, что уже было сказано, большое внимание уделяем и созданию инфраструктуры для детей. Два детских сада мы сдали в 2019 году, в этом году мы ведем работу по строительству еще двух детских садов. На 2021-2022 годы запланировано строительство и детских садов, и школ, для того, чтобы мы, сняв очередь с детских садов, на сегодняшний день решали проблемы второй смены. Ну и, конечно, создание условий. Это и материнский капитал, это и сейчас реализация всех задач, которые получены федеральным центром, выплаты как до трех лет, от трех до семи лет, так и условия для обеспечения занятости, в том числе в регионе. Я думаю, что сегодня Орловская область в анализе межрегиональной политики занимает существенное уже место с точки зрения комфорта проживания. Это не только среда, это возможность получения высшего образования. Мы по-прежнему являемся вторыми в Центральном федеральном округе по количеству студентов. Мы, по сути, студенческий регион. И это наше принципиальное условие положительной динамики в дальнейшем. Нужно ее развивать. Поэтому для меня принципиальным является вопрос доведения до конца Центра сквозного образования, сейчас в простонародье его называют уже кампусом, наш Орловский образовательный центр, который позволит детям со школы до науки, находясь здесь, получать высококачественное образование. Это жилье. Миллион квадратных метров, которые мы смогли построить за три года, ставят большие задачи по обновлению ветхого аварийного фонда. Это действительно серьезная проблема для региона, которую мы должны решать. Ну и возможность близости к Москве позволяет, находясь здесь, создавая здесь семьи, в том числе и иметь возможность контакта и со столицей, и многими другими регионами. Поэтому надо это использовать. Ну и будем стараться и дальше пытаться создать более благоприятные условия для наших молодых семей. Я напомню, что мы в прямом эфире, мы в социальных сетях, мы в Ютубе, вот отсюда, из детского парка. И продолжаем вопрос, на который к нам приходит. Ситуация с коронавирусом показала, насколько велика роль социальной сферы в помощи, поддержке пожилым людям, многодетным семьям, малоимущим гражданам. В условиях бюджетной напряженности как будете справляться с социалкой? Сегодня действительно на социальную сферу, в которой трудится более трех тысяч человек, выпало непростое время, огромная ответственность. И сегодня для того, чтобы обеспечить все обязательства, мы не сократили и расходы бюджета. Мы усиливаем на сегодняшний день вопросы внимания и поддержки как со стороны регионального, так и федерального центра. Значительные суммы, более четырех миллиардов рублей, в целом направлены на поддержку социальной сферы в регионе. Эту работу будем продолжать и облагодарен дополнению к нашим бюджетным обязательствам и нашим общественным организациям, которые значительную роль играют в этом направлении. Это и волонтерство, это и меры материальной поддержки со стороны вне бюджетного сектора. И сегодня действительно для тех людей, кто попал в нас в различные категории социально необеспеченных, мы будем уделять внимание. Именно поэтому мы принимали решение в рамках резервного фонда правительства о выделении денежных средств и детям войны, и несовершеннолетним узникам концлагерей. И выделяли дополнительные выплаты погибшим семьям героев Российской Федерации. Эту работу будем и дальше продолжать, потому что это крайне важно и для нашего региона, и для государства в целом. Как вы считаете, вообще в целом здравоохранение региона справилось с этими коронными вызовами, вирусом, этим уже заговариваясь? Да, предсказуемо. Вот очень много вопросов по медицине, как раз по этой теме. Никто не был готов к столь активной пандемии. Я вам сейчас могу сказать, что когда пошла первая информация о том, что идет вирус, что необходимо будет закупаться дополнительным оборудованием, закрываться, никто не верил. Ни на федеральном, ни на региональном уровне. И как-то было такое отношение. Давайте посмотрим, как пойдет. И когда все это случилось, нам пришлось буквально в считанные часы организовать мобилизацию и человеческого кадрового потенциала, и создать условия для того, чтобы использовать эффективно наше имеющееся оборудование, перепрофилировать коечный фонд, создать условия для того, чтобы врачи могли работать. И испытание временем и ситуации показало, что наши врачи готовы справляться с такими вызовами. Наше здравоохранение, в том числе благодаря тому, что мы 19-й год очень активно поработали. Напомню, помимо уже названных 58 машин скорой помощи, мы закупили и мобильные фешеско-апушерские пункты, мы закупили мобильные маммографы, мобильные рентгенопараты, мы начали обновление материально-технической базы. Это, безусловно, позволило нам дать соответствующий отпор, в том числе инфекции, справиться с ней. Но при этом ситуация на сегодняшний день остается непростой. И сезонные болезни также дают свой отпечаток. Поэтому акцент, на который мы сегодня должны обращать особое внимание, это кадровое обеспечение, это материально-техническое обеспечение, система здравоохранения, но это, безусловно, механизм профилактики. Я вот сейчас опять перечитала вопросы по медицине. Есть резкие достаточно комментарии про низкие заработные платы персоналу, которые работают с коронавирусными пациентами. Поясните, пожалуйста, ситуацию. Это вопрос, наверное, самый острый, потому что те люди, кто попал в необходимость работать с опасной инфекцией, использовать и костюмы защиты, это крайне непросто. Я несколько раз заходил в красную зону и понимаю, что 10-15 минут, проведенных в этом костюме, это уже тяжело. Люди работали сутками, люди действительно боролись с болезнью, которая была, по сути, неизвестна. И на сегодняшний день, благодаря и мерам федеральной поддержки, это 484-415-е постановление правительства, сегодня средняя заработная плата для врачей, кто работает с коронавирусом, она, я всегда не люблю говорить, что это средняя, но статистика, она имеет определенные показатели, 111 тысяч рублей средняя заработная плата врача, кто работает с коронавирусом, плюс доплаты. Но при этом, благодаря отлаженному межведомственному взаимодействию с правоохранительным блоком, нам сейчас удается реагировать на каждую жалобу, будь то спорная или бесспорная, по обеспечению выплат. Ну и, конечно, без федерального центра нам не удалось бы достичь таких показателей, поэтому те средства, которые выделяются из федерального центра, мы будем доводить каждую копейку до конечного получателя. Андрей Евгеньевич, время нашего прямого эфира подходит к концу. Какой вопрос вы сами хотели бы услышать сегодня, и как на него ответить? Это, наверное, самый сложный вопрос. Особенно хороший вопрос хотел бы я услышать. Я, пожалуй, наш эфир сегодня закончил тем, что мы подводим определенные промежуточные итоги. И три года – это просто цифра на календаре. Сильно три года назад было удивительно, почему я начал сегодня эфир, некая такая метафора про рождение. Для меня Орловская область родилась тогда в полном виде и люди, и сама область, и культура. И за три года, как мне кажется, удалось стать очень близким человеком, постараться, по крайней мере, делать все для того, чтобы стать. Мне действительно очень порой неприятно, когда что-то не удается сделать. Я для себя испытываю дискомфорт, когда ты планируешь, и что-то происходит не так, и не все удается изменить в регионе. Но я очень рад тому, что сегодня, каждый раз, выходя на улицу, не за дверью кабинет. Ты просто можешь общаться с людьми, ты можешь получать и наказы, ты можешь получать и какие-то задачи перед собой, которые ты можешь реализовать, должен реализовывать. И для меня это задел на дальнейшую перспективу, которую хотелось бы реализовать в оставшиеся два года мне, как на три года на избранный период, но и в дальнейшем уже, если мне доверят, работать и дальше, для того, чтобы менять и область, и сознание, и окружающий мир вокруг нас. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. На сегодня это все. Спасибо. Мы были в прямом эфире. Это онлайн-конференция губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клочкова. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...